ребята я вам покажу какой это тяжелый трус держать скотину так я поехал обещать сверху серега поехал отсюда давай назад назад а мы сейчас будем потихонечку давить вот туда их то есть вот эта вот часть вот эта часть заросшая вот здесь они где-то логово все друзья вот он вот он вышел волк я его видел я его настигал я все равно достану я сейчас буду здесь ходить пешком пока у меня есть световой день я его не брошу но все на очереди второй фильм как раз в этом фильме это прямое продолжение первого фильма там будет очень четко понятно как бегут волки почему они так бегут как они живут в этих барханах то будет все и погоня и добытые трофеи естественно вот вы посмотрите пожалуйста погоню полностью я очень много вырезал потому что гнался довольно долго но все равно постарался сохранить именно ту суть показать как бежит волк на скорость мало того как он бежит как он пользуется складками местности на скорости как он уворачивается как он принимает решение прям вдоль и секунды вот это все я постарался показать на видео надо посмотреть чтобы понять всем привет конец приехал мой самый лучший напарник ваши людям рукой выбрался все дела сбросил приехал поддержать брата не а также я приехал с тазиком будем веселить тазиком это пусть веселит тазиком там чего хочет на главный опыт и умение его вот так не хватает мне не хватало два-три дня практически но посмотрим ведь нет нет смысла пока отлеживаемся на точке серёга разгрузится нет снегоход гараже вот и уже но может сегодня получится вы их нет значит на завтра на завтра у нас запланирован основной выезд посмотрим легендарный дженезис ну-ка что он стоит 3 числа я яду я думаю заведет не могли бы попрос но ребят смотрите канадский волк для тех кто кто-то бывает канадских черных волков виттер россии а я примерно таких появляются они крупнее помощнее но тем не менее наверно выглядит вот так это не канадский черта замерз замерз погодка видите так чуть-чуть может сегодня выйдем часа через два-три посмотрим поехать а вот конечно не активно сидеть тоже раз хочет пару бархан куда далеко не поймут а поедем завтра ну так чисто мы хотим вывести приводу приводить волков положить там зеленых коров еще одно прежде чем туда и везти надо проверить мало ли так и бывает могут лежать а потом уже тогда будем вывозить так бархана обрезали как ожидалось ничего здесь нету понятно здесь снег ветер сейчас поедем финики обрезать у снега конечно вам скажу за вот эти сутки пусть он и маленький шел но его по сравнению с вчерашним днем я не знаю брат на и на привез погоду что ли будем надеяться что он может быть и привез удачу так я вот они наши финики любимые и любимые волками погода сами видите метет да у нас задача не найти свежести эта задача постараться обнаружить если там волки вот это 109 голов она два дня уже куда-то пропал либо она сидит тут что блин как-то маловероятно что ли для волков да либо она ушла туда в сторону трассы вот поэтому сейчас постараемся вы это выяснить тут они не тут они бог с ней с этим снегом пусть идет нам же лучше мы попробуем серега там все объехал сейчас подъедет час определимся надо нам постараться вот вот с этого края вот с этого он из того края пугнуть вот сюда их так я поехал обижать сверху а серега поехал там торта ну надо постараться потому что вот справа чеки нам не надо но суть в чем что меня насторожило видите а вон орел полетел и вот там еще один металл если орлы сидят здесь если орлы сидят здесь очень большой шанс что здесь сидят и волки понимаете очень большой шанс поэтому сейчас нужно все грамотно объехать обрезать если не обрезать орлы не проста а сейчас что и как здесь надо будет пешком зайдем туда в кусты посмотрим виды то что здесь такие дебри и прочее как бы это не пугает так я на месте серега гудит слышь то есть если я слышу серёгу волки его давно услышали если они здесь сейчас прямо вот все насторожились нам надо их вот толкать конечно немножко назад обратно волчара пошел но мы стреляли тоже уйти как раз застрял не шги ремень подожди давай назад назад давай не пойдет назад давай давай еще назад назад иди иди он вот прям выбежал он перебежал и сюда но один когда стреляли надо искать он выйдет там вот он бал перебахнул так из нашу видео понятно да что волков там не было сегодня вот этого одного финг погоняли ну конечно ничего не сделаем вдвоем но он там сидит он пришел видать откуда бедный зашел не зачем там делать вот сейчас наша задача мы хотим приводу есть короче есть привода и мы хотим вывести туда вот к той корове там ее положить ночи если волки вот этой стаи нету где она непонятного то еще пара волков ходит тоже непонятно где видать они пошли на свой круг обходить когда не появится неизвестно у нас либо сегодня либо завтра ну для нас чтобы они появились они конечно придут вот ну может быть если не я сегодня не найдут эту корову а там будет вид ну вот и наш привода приехал корову которая загрызли те два волка она лежит он заметен и не тронуты ну и что принципе мило мы оставим эту сейчас ребята я вам покажу какой это тяжелый труд держать скотину степи на точке какая погода не была полтан каждые два часа ходит проверять доходит проверять коров которые должны эти лица их должно делиться около 170 штук представлять ну какие-то раньше какие-то позже там допустим даже половина должна телиться стильно и он ходит проверяет его как раз сейчас одна проверка выходил посчитал коров одной нет пошел взял машину проехал 300 метров сторону посадки корова начала телиться вот чуть-чуть бы он проморгал сейчас вернулся говорит надо подождать минут 30 сейчас поедем забирать теленка если его проморгать он замерзнет его сожрут волки это раз а вторых волки еще бывает так что они караулит когда коровы телятся и там кто вперед либо фермер либо волк а погодка такая вот снег летит ну чуть тише ветрище дует сейчас поедем забирать вот от точки мы чаем и едем степь большая посадочка вот она там встала с ним и решила делиться вот одна может отделиться там другая может отделиться другой стороне также третье вообще за этой идее попробую всех собрать войну вроде делилась так подъехать светить не надо не ну вот ребят корове все отелилась и леночка вылезла а эти где отелилась просто в кустах степи он маленький никак не оклемается у нас все сейчас мы его заберем сейчас корову спокоен заберем вот сейчас султан заберет и лен вот так представляете ребят проморгаешь немножечко и вот он просто в степи замерзнет и все а к чине это просто его не будет вот так вот все происходит я смогу быстренько положим ответы и отвезем на базу вот такой вот нелегкий труд у чабанов кто-то говорит что они что там завел коров держишь проблем нет а вот как приходит султан помочь сам давай на корову видите как переживая маленький еще чуть перележала все и нету теперь он будет жить я подержу вот он видите беленький хороший дрожит вставляете вот он останется все вот тут султану видите оборудована здесь термопленка обшита печку затопишь да ты ему сейчас полного туда спокойненько положит вот все теперь он точно будет жить берем будет вот такой ребята адский труд фермера и вот так он может делать каждый день может два теленка телиться понимаете погода может быть минус 30 или снег с ветром как сейчас может быть или мороз стоять а нужно искать коров где они телятся и вот этим вот заниматься чтобы спасти поголовье чтобы на этом заработать вот чтобы свое дело делать понимаете а иначе если делать все спустя рукава ничего не будет вот так он с каждым теленочка мы ходят подмышки носит на руках носит вот так выглядит труд фермер чтобы вы понимали а волки которые вокруг живут они режут и скотину и весь вот этот труд на смарку идет и теленка который родился они могут подрезать прям на раз они даже караулит бывают корова телится стоит фермер чабан ждет когда она телится и волк стороне стоит ждет когда она телится и кто вперед понимаете теперь какой ущерб они наносит вот так вот такой сегодня день у нас вечер то есть что друзья вот такая прекрасная погода солнышко мороз ветерок поднимается но ветер чем боксом он и был неважно главное солнце все сейчас прогреваем снегоход и выезжаю не пух ни дура так наш корова которому притащили не тронутая они немножко погрызли по мою но не лис красаки а вот это вот раздербаннере который лежит волков не был как ожидаем значит а я не вернулся едем тебе бархан так но опять эти барханы дубль 3 у меня дубль 3 брат вам там поехал объезжать здесь вот пастух овец пасет сбоку мы сейчас будем потихонечку давить вот туда и в общем все по работной схеме только теперь два снегохода и немножечко будет полегче в плане плане охвата территории потому что один я конечно и охваченые волки и охватит а так будет попроще ладно так вот один переходит нашли ночной волк бежал охоте оттуда охотился он потому что охотился потому что он там . чего не хотел быть где-то еще как есть в общем нам сейчас надо их резать туда так друзья но вот чтобы было понятно вообще где третий день мы гоняем из толков сейчас я заехал с той стороны вот ведь вот эти заросли да тут чили год этот хиньки мы их называем лох узколистный кустарник деревья то есть вот это вот часть вот эта часть заросшая вот здесь они где-то логово вот брат сейчас вот едет вот там я мускал немножко сзади держаться я постараюсь отсюда их толкнуть но они здесь они здесь сидят на большой просто промежуток пространства я постараюсь их толкнуть туда вот чтобы в степь почему я думаю что не пальцы потому что серёга едет там он их подрежет следы обязательно подрежет то есть они на круг сейчас не пойдут как у меня два дня ходили естественно если бы вот там не было они прям сразу было по и на круг и вот так вот я их вот тут вот начинаю гонять вот а сейчас я их попробую так ну то они уже это если я почему не тороплюсь я здесь серёга сзади они уже побежали а бежать им только либо вот вперед бежать им либо туда вперед либо вот туда я надеюсь что туда поэтому я сейчас специально жду чуть-чуть я уже погудела серый едет заднюю но вот и сейчас толкнем туда постараемся их выдавить ну а там уже посмотрим гонные следы мы точно найдем а уже кто как побежит я имею ввиду их четыре штуки кто куда побежит они побегу сначала где-то примерно вместе может быть но я думаю что они разделятся потому что жужжит и с той стороны с этой стороны снегоход и они сейчас потеряются кто ну скажем так менее опытный наверное пойдет в степь как-то быстрее от этого кто поумнеет я думаю матерый какой-нибудь кобель или матерые они могут затаиться даже могут затаиться и пропустить но им из бархана выходить не надо еще понимает прекрасно в общем все я сейчас жду и он слышу там далеке гудит по моему ну и все и сейчас потихонечку я буду так вот закружаю круг делать и смотреть выходные следы а потом будем так спирали сужать смотря здесь они у них большое логово здесь километр метров на 500 так что друзья вот он вот он вышел волк как я и говорил отсюда вышел одиночка пошел туда уходит уходит как раз на брата он его подрежут сто процентов подрежут я обрезаю дальше дальше обрезаю как видишь как видать хорошо другая меня водит где-то рядом отсюда не выйдет будет ходить кругами а вот в здесь и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok